вот я посыпала перцем вокруг клумбы и вот там где слизни живут по теми кустами елочкой под кустом рододендрона там и второй еще рододендрон вот там подсказал такой метод увидел где-то что вот надо слизни не любят вот такой шершавой основы по которой ползти то есть иголки могут еловые допустим сосновые можно яичную скорлупу класс чтобы они чтобы но они не лезли вот ну это вот такое молотая сена чистая молотая сена вот обсыпаем вокруг клумбу спасибо вам за советы вручную тоже вы собирали туда просто в те кусты невозможно там вы советовали в комментариях как со слизнями бороться экологическим путем потому что у нас птички ими питаются здесь и зяблики и малиновки и дрозды черные поэтому нельзя какой-то отравы вот ну и сами же кусты тоже не хочется что-то такое поливать химическое вот но франк вот еще нашел что шершавую поверхность надо им создавать кофе но и это нереально столько кофе ли столько скорлупы сюда насыпать вот а вот вот такое вот чистое сено молотая вот оно как раз создало здесь вот такой вот как бы ограду дополнительную экологическое чисто без всякой химии кстати есть еще один способ мы вычитали на нидерландском сайте совет против слизней то что это очень здесь распространенная проблема климат влажный прохладно еще такой совет что ну это уже какое-то такое не совсем стандартное это но биологическое это есть такой вредите как бы паразит самих слизней улиток вот им заражают улиток можно так купить садовом центре и улитки сами пропадают ну я не знаю как она сказывается на птичках в общем мы решили что если можно так то то зачем мы что-то другое очень сильно пылит это сено вахтеевым ванам винт кантстан или стань с подветренность опте винт нет опья ну в общем вот так вот мы обрабатываем это может быть кому-то пригодится наш опыт я вам расскажу помогло или нет надеюсь поможет так что иголки еловая сосновая сена вот опилки все что создает шершавую поверхность но также скорлупу и скорлупу и кофе после того как вы завариваете кофе остаток чайную заварку на на тоже можно но она более мягкая конечно будет вот так друзья делюсь с вами кому пригодится этот совет держите используйте всем хороших красивых и крепких растений хорошего настроения будьте здоровы подписывайтесь и узнаем с вами еще много всего интересного пока пока